Всем привет, дорогие мои зрители, меня зовут Сергей Трейсер, вы мне очень много писали после моего прошлого визита в Чернобыль Когда еще в Чернобыль, когда в Чернобыль, когда в Чернобыль, когда в Припять, гору в колеса в Припяти и все такое И я, в принципе, услышал ваши просьбы и мы решили, короче, снова поехать в Чернобыль Этот раз мы поедем уже в город Припять И я постараюсь снимать очень много видео, буду стараться максимально много снимать, не так мало, как в прошлый раз В общем, в планах у нас залезть на какие-то там дома, поруфить, поснимать какой-то сталкинг И самое вот, что для меня интересное в этой поездке, на этот раз будет это залезть на колесо обозрения Одно из, наверное, самых таких узнаваемых мест в городе Припять Сейчас мы прибыли на вокзал, купили билеты на автобус до Чернобыля И сейчас мы идем в магазин, будем скупаться продуктами, потому что мы планируем там пробыть дня 4, в принципе И нам нужно будет что-то кушать, что-то пить После нашего прошлого с Владом визита в Чернобыль наделалась немало сумма И после того усилили очень жестко охрану Сейчас там охраняет Насгвардия, да, кажется? Каждых 50 метров сейчас сидят два гвардейца в кустах И, в общем, многие, кто пытался после нас туда попасть, очень много, да, принималов было Бывало такое, что за день даже по 5 групп принималось И сейчас вот как никогда сложно попасть на территорию Чернобыльской зоны Сейчас уже подходим к Ашану и будем скупаться продуктами Потому что будем мы там 4 дня И нам что-то нужно будет пить, что-то нужно будет есть Также я взял маленький рюкзак, потому что, как практика показывает, слишком много вещей в таких походах не нужно И основное, вот из прошлого опыта, это, конечно же, да, нужно брать больше воды и меньше еды Потому что без еды проще быть, чем без воды Потому что мы будем очень много ходить Суммарно за вот эти 4 дня мы пройдем около 100 километров где-то, да? Да, больше До Припяти до 60 км Сколько? 60 км до Припяти 60 км от Припяти В общем, 120 километров нам нужно будет пройти за 4 дня Это, в общем, как бы немного, но по Чернобыльской зоне, наверное, это будет... Короче Экшен Экшен Итак, мы уже зашли в супермаркет Нам сейчас нужно первым делом взять воду Где вода? Где вода? Ой-ой-ой Почти страйк Говорят, нельзя так кататься Что, в общем-то, и логично Привет, Сири Что можно покушать? Вот что мне удалось найти в интернете по запросу, что можно покушать В общем, 3 пацана в магазине не могут решить, что, в принципе, можно покушать Мы взяли 3 консервы, пару шоколадок, большую-большую кучу воды Хочется что-то взять такое, знаете, чтобы оно было маленькое и очень-очень съедобное Ну, да, так мы, если не сможем, запарить И мы вот с таким затруднением, что же купить, пожрать А, мы не стоим Пакет вам нужен? Не, мы в руках понесем Приехали мы в село А Это наша такая первая точка, точка А Поэтому село тоже называется А И сейчас мы, в общем, идем где-то спрячемся, посидим Потому что здесь еще слишком рано залазить Так как сейчас там все очень жестко с охраной Нам придется очень много идти ночью И залазить мы уже будем, как бы, в территорию Чернобыльской зоны Когда будет темно Нашли мы, в общем, место, в котором мы скоротаем немножко время до темноты И сейчас здесь проверим радиационный фон Потому что порой такое бывает, что фон здесь может быть больше, нежели на самой территории Чернобыльской Мы уже переоделись Сейчас еще нам нужно часа два, наверное, подождать Когда хоть немножко начнет темнеть И тогда мы, в общем, будем уже пробираться в саму зону А пока что будем как-то, не знаю, убивать время Пока мы тут сидим, коротаем время Расскажу немножко о планах В общем, куда мы сегодня планируем дойти И все такое Для тех, кто смотрел уже предыдущие мои видео с Чернобыля Помнят, как мы эпично проходили днем под мостом Сегодня мы зайдем в Чернобыльскую зону уже ночью И ночью мы пройдем этот мост Потом дойдем до одного села Назовем это пункт Б И в нем мы, в принципе, заночуем Скорее всего, это будет то место, в котором мы ночевали в прошлый раз Утром я на этот раз уже поснимаю больше как-то то, что будет утром Да, то чувство, когда нету, что делать Заточка деревянная Сломалась заточка Я точил заточку для того, чтобы нас вардеец так заколоть Но не вышло Поломалась заточка Но я сейчас буду заново ее затачивать Потому что скучно немножко Мы сегодня будем идти где-то до часу ночи В час ночи мы придем в пункт Б И где-то до трех или четырех поспим И отправимся в саму Припять И завтра будем целый день идти до Припяти И сегодня я такое невыспанное состояние имею Знал, конечно же, что нам придется очень много идти, мало спать И при этом всем перед этим походом я поспал всего лишь три с половиной часа, кажется И, в общем, кажется, что это будет утомительное и очень веселое путешествие Мы уже стоим под залазом Сейчас флаг пойдет в разведку Разведает, в общем, что там, да как Если сюда и безопасно проходить То мы сейчас, в принципе, через вот эту дырку И отправимся туда Как я уже говорил Здесь в кустах практически каждых 50 метров сидят нас, гвардейцы И здесь очень-очень усиленная охрана сейчас Мы шли вдоль забора и нашли вот Здесь такое место, вроде как никого нету Сейчас попытаемся сюда зайти Ты раньше был в Чернобыле? Нет Вот сейчас пройдешь колючую проволоку И я официально буду считаться сталкером Сталкер Уже сталкер И снова я здесь Хотя я уже думал, что сюда больше не вернусь Здесь вот на залазах больше всего палят И здесь вот на песку остаются следы Поэтому нужно идти задом наперед Для того, чтобы везти охрану Заблуждение Для того, чтобы охрана думала, что мы как бы идем не в ту сторону, а уже оттуда Нужно вести себя очень тихо, поэтому я разговариваю шепотом Для того, чтобы нас не услышали Даже пятюню тихонько Сейчас нам нужно пройти поле Это открытый участок местности И мы будем использовать вот эти сосны как укрытие Будем перебегать от одной к другой И прятаться за ними Аж до тех пор, пока не углубимся где-то вдаль Чернобыля Так как идем мы немножко новым маршрутом В этот раз сложнее идти Потому что долго уже очень идем Открытым участком Практически, можно сказать, в чистом поле Где нет совсем деревьев Вот мы разделились Идем на расстоянии 15 метров Останавливаемся только за деревьями В общем, главное сейчас это идти как можно подальше Где-то углубиться в лес И если нам это удастся То этот поход, выезд, так сказать, в Чернобыль В Припять Руф, Сталки И все это у меня получится И да, я смогу вас, ребята, порадовать Не просто одним видео, а целой серией Я думаю, штуки три минимум будет В общем, не буду обещать Посмотрим, сколько наснимаю Мы прошли поле Подошли уже к лесу Вроде бы больше безопасности, кажется Должны быть Но здесь Вот ближе к лесу Очень много разных таких Вытоптанных тропинок И такое впечатление Что здесь Время от времени ходят патрули И делают какие-то обходы И очень хорошо было бы сейчас Не попасться Мы заходим уже в лес Здесь будет очень темно Я не знаю, будет ли меня видно Не хочу светить фонариком Для того, чтобы не привлекать лишнее внимание Потому что мы еще находимся Не так уж далеко от самого ограждения Всем доброе утро Наступил уже второй день Мы дошли до деревни, в которой ночевали Прошлый раз Зашли мы сегодня в тот же самый дом Потому что здесь уже, так сказать, проверенное место Здесь мы залезли на чердак Для того, чтобы нас никакие животные не достали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А для того, чтобы увидеть продолжение Давайте соберем на этом видео 50 тысяч лайков А пока будет собираться нужное количество лайков Вы можете подписаться на мой канал Для того, чтобы наверняка не пропустить продолжение И пока я буду монтировать Вы можете подписаться на мой инстаграм Мой инстаграм, ссылочка в описании Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!